Ковиду нет! Как госпиталь Казанского Федерального Университета работает в пандемию? Я работаю сюда потому, что очень хорошо там вайки, системы он ставит, и все. И пары на меня стоят. Все, там немного полегче сейчас. В Гелабужском институте стартовал проект «Педагогические выходные». Которые не определились до сих пор, и им это очень сложно сделать, на них давит окружение. Но когда они попадают сюда, они становятся более открытыми. Всем привет! В эфире «Универньюс», а в студии Роман Полинсков. В октябре 2020 года начал свою работу ковид-госпиталь на базе университетской клиники Казанского Федерального Университета, рассчитанной на 80-110 человек. О том, как медики спасают жизнь в условиях пандемии, смотрите далее. Ой, молодцы, молодцы, все молодцы. Я говорю, от санитаров до главврачей. Каждый придет, каждый спросит, что, как. Молодцы. Большая им благодарность. Вот так, с улыбкой на лице, но все еще с нескрываемыми нотками тревоги, описывает свое состояние бывший пациент ковидного госпиталя Казанского Федерального Университета. Известная фраза «врачи боролись за жизнь и здоровье» может пониматься буквально. Несколько дней чистого кислорода, лечение разными препаратами, постепенное улучшение состояния и страх за свою жизнь. Вот стандартные стадии для всех, кто переболел ковид-19 в средней и тяжелой формах. В некоторых случаях, правда, требуется еще и ИВЛ. История большинства пациентов о попадании в госпиталь сходится. Не вакцинировался, был уверен, что справится иммунитет. Потом, когда появились признаки ОРВИ, лечился дома. Был уверен, что это не оно. Ну а дальше, дальше было только хуже. Сам госпиталь на базе университетской клиники заработал чуть больше года назад. Первые пациенты заняли койки в октябре 2020-го. И если вы понимаете под госпиталем несколько палат, где 10-15 человек лежат, отделенные друг от друга за навеской из простыней на жестких кушетках, то глубоко заблуждаетесь. Во-первых, реальная вместимость в госпитале 80 человек, которую при необходимости можно увеличить до 110 без потери комфорта пациентов. Аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы, мониторы с показанием сатурации кислорода в крови, ЭКГ, давление и многое другое. Все это электронное оборудование способно круглосуточно отслеживать и поддерживать состояние пациента. А в случае не штатной ситуации, а повестить медицинский персонал о ней. В течение всего дня, находясь здесь непосредственно в красной зоне, происходит непрерывное мониторирование за состоянием всех пациентов. Количество именно тяжелых пациентов, удельный вес этих тяжелых пациентов, стал значительно больше по сравнению даже с тем, что было год назад, когда мы открывались. Большинство этих молодых людей и девушек, скрывающихся под несколькими слоями защитных костюмов, медицинский персонал униклиники и ординаторы Казанского федерального университета, которые геройски вызвались помочь в борьбе с коварной инфекцией. Вся работа большого ковидного госпиталя Казанского университета стала возможна благодаря решению ректора Ильшата Гафурова, который в 2020-м отметил сложную эпидемиологическую ситуацию и необходимость создания такого подразделения на базе униклиники. При этом часть средств на зарплату работников госпиталя была распределена с бюджета университета. А в первое время, пока не было определено финансирование из федерального бюджета, все 100% расходов легли на плечи вуза. Это и медикаменты, и зарплата работников, и даже банальные коммунальные расходы. По просьбе руководства республики, премьер-министра и министра здравоохранения, этот госпиталь был достаточно быстро развернут на площадке нашего терапевтического корпуса по адресу Шмидта, и вчера мы начали первый прием пациентов. Работа госпиталя ни на один день не прекращалась из-за нехватки чего-либо. Кислород, медикаменты, средства индивидуальной защиты и регулярные выплаты медикам – далеко не полный список того, с чем в теории могли возникнуть проблемы. Однако все это было доступно весь срок работы госпиталя. Сегодня униклиника в целом и ковидный госпиталь в частности остаются важным звеном в оказании медицинской помощи жителям Казани и республики. Несмотря на то, что показатели заболеваемости идут на спад, до спокойных постковидных времен еще необходимо дожить. В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета состоялся итоговый музыкально-образовательный лекторий сезона 2021 «Популярная классика». В концерте приняли участие заслуженные деятели искусств, артисты Республики Татарстан, а также главный хор-мейстер оперной студии Казанской государственной консерватории имени Назиба Жиганова Гульна Сагбарова. Пользуясь случаем, я хочу всех вас поздравить с наступающим Новым Годом. Несмотря на то, что мы уже, возможно, давно не верим Деда Мороза, но все мы ждем наступления Нового Года. В Елабужском институте Казанского федерального университета стартовал проект «Педагогические выходные», в рамках которого преподаватели вуза проводят бесплатные тренинги для тех, кто хочет стать учителем. Программа проекта «Педагогические выходные» рассчитана на обучающихся педагогических колледжей и старшеклассников. На тренингах участники примеряют на себя роль учителя и получают опыт первых профессиональных проб. Первый наш выезд был в город Бугульмо. В Бугульме есть, оказывается, педагогические классы, где обучаются дети с прицелом на поступление именно в педагогические вузы. И в течение двух дней кафедра педагогики, кафедра психологии проводили эти занятия. Очень понравилось, дети написали отзывы, в восторге. И, в общем, первый наш опыт получился очень удачным. Преподаватели Казанского университета уже побывали в нескольких городах Республики Татарстан. А для елабужских школьников занятия прошли в стенах вуза. Люди, которые не определились до сих пор, и им это очень сложно сделать, на них давит окружение. Но когда они попадают сюда, они становятся более открытыми и более восприимчивыми к новой информации. Есть люди, которые действительно сюда поступят после этого мероприятия. Я в этом уверена, даже большинство. В планах организаторов расширение проекта, совместная работа школьников со студентами Елабужского института, а также выездные занятия на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Буревестник». Ариадна Кугушева, Айдар Нурмиев, Универтньюз. Ученые Казанского федерального университета исследовали влияние давления на аморфные металлические сплавы. О том, что это за исследование и к чему пришли ученые, в нашем сюжете. С точки зрения физики, любая вещь, предметы, которые нас окружают – это материал. Физико-химические свойства любого материала определяются структурой и взаимодействием атомов и молекул. Для того, чтобы знать конкретно, как себя ведет материал в зависимости от тех или иных воздействий, ученые проводят соответствующие экспериментальные численные исследования. Сотрудники Института физики Казанского федерального университета изучили, как ведет себя такой перспективный материал, как сплав никеля и необия, в зависимости от внешнего давления. Выяснилось, что данный материал является устойчивым, он сохраняет свои интересные перспективные свойства на большом интервале давлений. А данные свойства меняются кардинальным образом при некотором пороговом давлении, которое также нами было определено. Уникально в данном исследовании то, что большая часть результатов была получена именно на компьютере. Это был не реальный, а компьютерный симуляционный эксперимент. Ученые проводили моделирование, запускался определенный алгоритм, выполнялись определенные расчеты. Рассматривалась реакция этого сплава на самые разные давления, начиная от малых до сверхвысоких. Оказалось, что на большом интервале давлений материал реагирует практически одинаковым образом. Но начиная с некоторого порогового значения, физические свойства данного материала меняются кардинальным образом. Почему же выбор ученых остановился именно на сплаве никеля и ниобия? Дело в том, что не все аморфно-металлические стекла хорошо удерживают аморфное состояние. В основном они трехкомпонентные, то есть состоят из трех и более компонентов. Там может быть никель, ниобия, медь, алюминий, другие компоненты. А вот сплав никель и ниобия – это такой уникальный сплав, состоящий из двух компонентов, которые хорошо удерживают именно аморфное состояние. Если говорить об аморфном состоянии, то при нем структура расположения атомов напоминает жидкость. То есть атомы располагаются хаотично, но физически свойственно напоминает твердое тело. Например, оконное стекло имеет похожую структуру, свойства, но другой состав. Есть и другая причина, по которой выбрали именно сплав никеля и ниобия. Металлический сплав, он очень интересный в плане своих именно свойств, в плане применимости, потому что никель-ниобий, он обладает очень высокой твердостью, жесткостью, и поэтому сейчас очень востребован в тех областях, где именно нужны такие механические свойства. Результаты исследования представлены в статье, опубликованной в журнале Journal of Non-Cristalline Solid. Елизавета Никитина, Фариза Хитаглы, Универ Ньюс. На этом все. В студии был Роман Полинсков. Сюжеты из выпуска ты можешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. От лица телеканала хочу поздравить всех с наступающим Новым годом и Рождеством. Всего вам самого лучшего и хороших новостей. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова